И всем привет, ребят! С вами Мастер Банька и я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний игровой видеоролик будет посвящен очень крутому, интересному вооружению, которое наконец-таки я уже для себя приоткрыл и вернулся. Да, то есть когда-то я это дело тестил, но оно себя как-то, ну, не совсем жестко показывало, но с этой комбинацией это просто нереальнейшая бомбическая тема. Это Твинс с тяжелым плазмометом, с корпусом Крусейдер. Что касаемо дрона, мы выбираем, конечно же, бустера. И отправляемся в матчмейкинг, дабы показать вам то, что показывает данное вооружение на сегодняшний день. Желательно, конечно, чтобы мне дропнула не совсем большая карта. Окей, пустыня, не сказать, что шикарно подходит. Но пробуем, пробуем даже здесь давать то, что может показать это вооружение. С каждого шарика по 500 или 1000 урона с бустера стабильно. Плюс эта накидочка, которая, ну, я не знаю, ну, что жестче может дать в секунду. Я ХЗ. Честно, я ХЗ. Очень дико понравилась эта комбулечка. И сегодня, поэтому, наваливаем на ней в матчмейкинге. И стараемся дать как можно больше киллов. Это главное. И выиграть, конечно же, будет. Я думаю, что видосов по Крусейдеру в ближайшее время будет еще какое-то дополнительное количество. Потому что я для себя, можно так сказать, приоткрыл этот корпус. И хочу вам сказать, что он себя очень круто показывает. Прям максимально круто. И как я уже говорил в стримах, в других видосах, я не знаю, почему я не уязал этот замечательный, интереснейший корпус. Поэтому наваливаем, пробуем. Каточка пока что начинается не супер бомбически. Но надо стараться. Надо определенно стараться. Дать как можно больше. У нас есть овердрайв, который просто дает домашки. Ну, очень хорошее, приличное количество. Было бы неплохо, конечно, поймать какие-нибудь тайминги и залететь стелсиком к противнику. Но пока что таких моментов на реализацию у нас нету особых. Ну и карта для залета к противнику на респаун тоже не совсем удачная. Я еще и в упоре самоуничтожился. Так, 9 киллов есть, потому что молодой человек пишет, как-то Ванька сегодня не на Тесле. Не на Тесле. Ну, вот так вот, не на Тесле я. Привыкли видеть меня только на Тесле, что ли? У меня на Тесле вообще нету в основном аккаунте. И люди устали. Может быть, попадаться против спецака. Но я вроде на нем особо много и не катаю. Не знаю. Наговаривают на меня, походу. Так, хорошую сосуличку оформляю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, троечку сразу по противнику. И еще сразу кильчик дополнительный. Чуть-чуть на откаточке теперь. Работаем на откаточке с зажатым пробельчиком. Это просто кирпич на пробеле. И навал, навал, навал. Жесткий навал, нам нужен навал. Нет, только не такой навал. Блин, только не такой навал. Так, к слову, мне надо поменять устройство. Мне надо поменять устройство на корпус. Я катал здесь на иммунитете от поджога. Возьмем себе иммунитетик от Эмми, чтобы расходочка у меня не слетала. И если там будет каким-нибудь гауссом меня контрить, чтобы они мне тоже ничего сделать не смогли. Так, даем, даем, даем. Даем киллы. Работаем. Уже пятнашечка. Пятнашечка для такого боя. Ну, для такой карты, наверное, неплохой результат. Наверное, неплохой результат. Главное, конечно, функция этого твинца, это держать небольшое расстояние. То есть, надо стараться всегда сближаться где-то с противничком, держать такую среднюю дистанцию. И тогда уже навал у вас будет очень жесткий. Сплэш тоже хороший. Если танки в упоре стоят друг к другу, поэтому нужно пользоваться всеми преимуществами, которые есть у этого замечательного корпуса. Ну и пушки в целом. Поэтому работаем, работаем, работаем. Главное, главное это работать и не попадать под такие бомбочки. Хорошо, хорошо, хорошо. Даем, 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 даем. Еще даем. Еще даем. У меня теперь уже появляется деделик. И сразу еще хорошую такую сосулечку. 23 кила за 2,5 минуты. Очень хорошо. Стараемся дать еще больше. Стараемся дать еще больше. И катку, к слову, тоже пока что выигрываем. Это хорошо. Так, проезжаем. Мэйтика. У меня овердрайва нет. И у кого тоже тут ничего нет. Надеюсь, что купол сейчас быстренько спадет. И мы вот этих вот молодых быстренько сейчас чпокнем. Хорошо, ддшечка. Ой-ой-ой, потыщи, как хорошо. Как хорошо, потыщеночки, да? Потыщеночки. Так, хантерочек. Хочет меня слить. Надо его уничтожить. По-хорошему его надо уничтожить. Хорошо. И еще там пару шариков долетело. 25 килов на твинсе с тяжелым плазмометом. Вы это, ну, как бы, нормально видели такое? Что-то подобное видали? Это новая мета. Новые метовые вооружения. Есть вулканчик, есть твинсик. Это то, что будет жестко наваливать в ближайшее время. И то, что вы в дальнейшем, скорее всего, будете видеть в матчмейкинговых боях. Чего вы раньше, я думаю, что не видели вообще. Поцелова совсем. 27 килов в полторы минутки. Постараться дать 35-очку. Было бы очень неплохо. 35-очка. Можно бы, конечно, дать побольше еще. 35. 35 если дам, будет уже неплохо. 35-ка это уже будет хороший результат. Для такого вооружения. На такой карте. То есть, на какой-то маленькой карте. 10 на 10. Я бы сказал, что это нехороший результат. Ай, здесь титанчик. Зараза, титанчик. С иммунитетом от пробития. 50 секунд до конца. 555 очков. Очень хорошо. Очень хорошо. Победочка тоже здесь близка. Победочка близка. Надо только... Постараться, может, засейвить еще вот эту точку. Не отдать противнику. Попробовать накидать урона. Хорошо. Одного сливаю. Еще одного. Ай, у него спасатель, да? Я понял. Сейчас бы на спасателях играть. За молодые на спасателях. Ай-я! Ай, у меня... Братанчик, ну нафиг ты мне на прицел становишься? 15 секунд до конца. Хотел сосуль упустить. У меня подавление. Подавление. Ну какое подавление, а? Зачем мне это подавление было надо? Зачем мне надо было это подавление? Так, сосуль упускаем в своего тиммейта. Ничего страшного. Главное, хотя бы просто надамажить. И кильнуть не успел. 4032 кила. Наверное, не максималочку, что я хотел. Показали в этом бою. Пикаем в следующий бой. Надеемся на небольшую карту и на жесткий навал. Прям жесткий навал. Я хочу дать минимум 40-ку на этой нагибающей тиммейте. Темочки. И чтобы вы сами убедились в дальнейшем в том, что это очень крутое вооружение. То есть я на Твинсе в последнее время вообще не катал. Но вот этот тяжелый плазмомет, который апнули 100% и его апнули. Раньше он не показывал вообще даже близко такого результата, который он показывает сейчас. И хоть нигде никто не писал о том, что его аппали. Я уверен на 100%, что это устройство стало более актуальным на данный период времени. Тем более с такими летающими хорошими корпусами. И здесь я думаю, что даже можно с Таресом пробовать что-то делать. Ну, Крусейдер за счет сосулички, конечно. Ну, это безумно контентовая тема. И вот здесь уже в этом бою будем стараться держаться именно на вражеском респе. За счет такого урона бешеного. Просто бешеного урона. Я думаю, что удастся давать хорошие килы. Вот так просто потыщи. Потыщи. Просто потыщи. Я еще запишу видос. 100% не знаю, когда он только выйдет. Раньше этого или позже этого. Но 100% запишу видос с Джаггернаутом. С Джаггернаутом на этом вооружении. Вы увидите, что творит это вооружение с Джаггером. Это просто Габелла. Она так нагибает его. Эти шарики потыщенки, когда залетают. Джаггернаут даже не понимает, что с ним происходит. Но вы все увидите в дальнейшем. Поэтому это что-то новое. К чему я раньше никогда не приходил. Но это очень крутая тема. Прям очень. Так, я до сих пор сосулю не пустил. Пока я здесь хвалю. Все хвалю, хвалю. Сосулю так и не пустил. Так, мне бы вообще поймать тайминги где-нибудь. Побольше противничков. Противничков особо не ловится. Много. Вот против тоже молодой играет. На смоке с автопушкой и на Крусейдере. Так, проигрываем. Да, мы пока боёчек. Ну, хорошо. Ничего страшного. В том, что мы проигрываем, нету. Даже то, что меня сейчас здесь застопили, тоже ничего проблемного нету. Стараемся тянуть. Стараемся забирать точки и отправляться к противничку на респик. Так, там уже давать большего контенту, давать большего количества киллов. Так, сюда заезжаем. Сразу плюс. Сразу сюда на развороте. Хорошую. Оформляем плюшечку по противничку. Сразу на ДДшке добавку. 14 киллов. Ну, не супер жестко, наверное, пока что. Но уже неплохо. Работаем. Работаем. Есть мамонт. Надо его чпокнуть. Даже на плюс пятерочку пойдёт. Так, расстояние уже большое. До харька еле-еле долетает. ДДшки нету. Надо стараться. Ой, Твинца, смотрите, сколько резистов. Уже три реза набрали. А что берём резисты? Я же один только на Твинце. Больше... А, у нас ещё один плазмомётик. Но он только зашёл. Это вот у меня три реза, получается, уже нацепили. Больно бьёт? Ну, согласен. Согласен. Моментами больновато. Больновато. Неприятненько. Неприятненько. Пяташечку за полбоя оформили. Значит, что мы пока что на 30 только идём. Плывём пока что только на 30-ку. Ничего страшного. Там где 30... Там и 35, а где 35, там и 40. Поэтому работаем, пробуем. Пробуем идти дальше. Пробуем. Пробуем дать как можно больше. А там уже посмотрим. Ну, хотелось бы 40-ку. Мне бы очень сильно хотелось бы 40-ку. Против. Тяжёлый плазмомётик. И, походу, тоже на Крусейдер. Походу, мета началась. Жёсткая мета началась. Нет, он на диктатор играет. Но с тяжёлым плазмомётом. Тяжёлый плазмомёт – это всё. Это наше всё. Это крутая тема, которая теперь навейливает. Просто навейливает. Блин, не могу слить. Офигеть. Так и не слил Крусейдера. Но у него на автопушке всего лишь 12 киллов. У меня с моим тяжёлым плазмомётиком уже сколько? Правильно. У меня уже 23. Сами уже понимаете, да? Что показывает себя поприятнее, пожёстче. Так, 50% овердрайва насыпало. Даём килл. Сразу с разворота наши тиммейты здесь, я думаю, что сами подсейвят. Я пошёл сразу через туннельчик работать. Через туннельчик работать на точку А. Это, кстати, очень хорошая зона. Здесь можно сразу с точки на точку летать. И контролировать ситуейшн, коммуникейшн, дизлокейшн. Только гром меня отреспит. 25-две минуты до конца. Очень хорошо идём. Очень хорошо. Правда, бой проигрываем. По киллам идём великолепно. Великолепней пшепше, пшепше, пшепше. Так, диктатор лежит. Это плюс фраг. Полявный. Хорошо. Точку забираем. С-шка не под нашим контролем. Под нашим контролем бэшечка. Значит я забираю сейчас быстро эту точку Забираю эту точку И стараюсь Сразу отправиться на С Посмотрим противник забайтится Сейчас на эту точку или нет Если байтанется то Так тут уже наши тиммейты чпокнули Противничка Ладно попробуем сразу мамонта Зарубошить Хороший урон И по гаусу по гаусу тоже накидать Целить его было Вообще супер, хорошо Точка под нашим контролом Сразу накидка на мамонта Накидка на мамонта Сразу профессиональная дается Хоп, хорошая четверочка Залетает по нему Но у нас уходит точки 30 киллов есть 630 очков также есть на базу Но точки уходят И это очень плохо Мы все три точки теряем за 40 секунд до конца Это очень плохо Прям максимально плохо Стараюсь сразу забирать одну Наверное нужно ее пытаться сейвить до конца И надеяться что наши тиммейты заберут еще какие-то Если сейчас уеду Наверное шансов уже не будет На захват Ну да, типа Здесь без варика Даже дополнительного К сожалению Мы не тянем эту катку Как и предыдущую Если я не ошибаюсь Тридцать пять Тридцать пять На тарелочке Тридцать пяточка Молодые люди Где вы столько киллов набьете на тарелке С таким интересным вооружением Ну и Заключительно Ластовую Хорошую В ТДМ очки Давайте дадим еще в ТДМ очки Я не хочу заканчивать видос Здесь на двух боях Мне безумно понравилась эта тема Если еще вспомнить тот момент То раньше были такие моментики Когда я играл на Твинсе очень часто То у меня все-таки есть какие-то Свои воспоминания по этой пушке положительные И когда она сейчас показывает такой результат И на ней Ну я бы сказал что особо никто не катает Это конечно круто Так Нас пикает в карту Которая уже начата Давайте мы ее лучше перепикнем При том что еще это большой бой Большая карта На большой карте Я не думаю что у меня получится дать Что-то хорошее Поэтому сразу перепикнем И Постараемся Вот сейчас точно влететь по жесткому Полететь по жесткому Если это будет какая-нибудь промзоночка Ну ладно промзоночки нету У нас есть Брест Не максимально удачная конечно карта Для тарелочки на Твинсе Здесь бы лучше подошел бы какой-нибудь Гауссик Но не отчаиваемся Пробуем Возможно получится Если сейчас подконтролим вражеский респ Например даже вот здесь вот В этой зоне встану И буду накидывать хорошо То можно Можно тоже на какую тридцатку точно железную Здесь залетать Пробуем 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 накидывать У нас тут уже тоже на тарелочках Я смотрю молодые газуют Я Конечно не сторонник таких больших карт Для Твинса на Крусейд Но раз нас уже пикнуло То надо стараться Надо стараться дать Ну хотя бы 30 Хотя бы 30 С подажа на большой карте Будет хорошим результатом Блин Выстрелил в того Которого уже убил В того Которого не слил Сосулечка не залетела Но Килл мы дали Это хорошо И поэтому тоже чуть накидали Ку Напишем молодому Который с нами здоровается Так И Пробуем 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 Здесь лучше всего Находиться в зонах Либо слева Либо справа За респами Тогда у вас есть возможность пожить И Дать Киллов Но Не всегда конечно Это идеально складывается И получается Но пробуем Пробуем Хотя бы этого хоречка слить Ай Хоречка меня чпокает За 2 минуты 5 киллов Очень мало Очень мало Очень мало Но это большая карта Да То есть здесь Всегда можно отмазаться Что это большая карта И Я буду прав Потому что Ну На такой здоровенной карте У вас не так много возможностей На уничтожение Противника Также Стрейфы иногда спасают От этого твинса Но это только иногда Потому что чаще всего Вы сами На стрейфиках Можете очень хорошо отработать Здесь к слову На твинсе Да Если вот играть Такую большую карту На твинсе То можно просто Взять Твинс на дальность Взять твинс на дальность И на нем тоже Неплохо навалить На такой карте Я думаю что может Хорошо сработать Эта тема Но у нас сегодня Тяжелый плазмомет Менять мы его не будем Постараемся просто На нем хотя бы Доплыть Ну Я хотел 30 Но по ощущениям Уже 30 Тридцаточкой не пахнет Тридцаточкой не пахнет В этом бою Ну пробуем 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 давать Как можно больше Так есть ФК против Хорошо Сразу зарубашиваем Есть громчик Который на меня Акцентирует Внимание Можете ему сразу Тоже накидаем Попал пару-тройку шариков По 500 Еще Не добавил А добил Добил Хорошо добил Стеночки там Последний залетел Сплэш очень хороший У этих шариков За счет Таких моментиков Можно себе Тоже киллы Плюсануть Так Давайте попробуем Сразу Сосулечку Ай Сосулька Залетает В стену В билбордик Обидно Ну ладно Рубошим Одного Там АФК Викинг Стоит Нет Он поехал Есть Титан Сверху Которого Можно накидать Кидаем Сразу По нему Хорошо Пытаемся Хопера Жигу Держать На расстоянии Накидать Ей Хантер Прожимает Овердрайв Но не Достает До меня Есть Вика Изида Который Тоже Тянем На расстояние Уже До аптечки Почти дожил Хорошо Аптечку Юзаем Сразу Сразу Даем Хорошую Сосулю И живем На вражеском Респе Вот о чем Я говорил Если вы живете На вражеском Респе То это Всегда Вам Окупается Блин Чел прожал Овер Вот если бы Овер не прожал Я бы дал Еще бы Как минимум Одного Но там Наверное Хопера Жига Меня бы Уже Спину Добило Но все равно Было бы Хороший Результат 17 Кильчиков На респе Чуть Окупил Киллов Чуть Чуть Окупил Киллов Пробуем Сейчас Забрать Хорошо Подсасываем Фражочек У нас 70% Овердрайва На центр Наверное Ехать Нет смысла Можно Попробовать Заехать Вот там В спину Под правую Зону И Красивенько Дать Либо Поехать Опять На респе Пробуем Наверное Давайте От респов Пробуем От респов На респах Скорее всего Возможности Будет Больше Дать Киллы Сразу Играем Здесь Подъема Подъема Сюда Сосуля Не залетает Но Килл Сразу Залетает На базу Девятнарик Девятнарик У меня И 19 До конца Для такой Карты Неплохой Результат Если еще Посмотреть Сколько У моих Тиммейтов Максималочка 11 Так Пробуем Килл Дать Здесь Хорошо Есть Сколько У противников Максимально 12 Ну Хорошо Значит Хорошо Значит Хорошо Так Еще Ой Тысячи Говорю Минута 20 Остается До конца Пробуем Пробуем Еще пару Дать Хотя бы Парочку Парочку Добавить Сосули Еще Добиваем 5 Киллов Аптечку Подбираем И Вот Этого Молодого Если Скушаю Будет Супер Ну Либо Вот Этого Хорошо Победочка Досрочечка Очередная Четверочка 23 Кильчика Хоть и не Такое Большое Количество Киллов Но Для Большой Карты Для Такого Вооружения Это Тоже Неплохой Результат Поэтому Друзья Фиксируем Тестируем Пробуем Этот Тяжелый Плазмометик С Крусейдером На Маленьких И Средних Картах Я На 100% Уверяю вас Что у вас Удастся Дать И 30 И даже 40 Киллов На этой Жесткой Комбиночке Поэтому Пробуем Тестируем Наваливаем Поддерживаем Видеоролик лайком Подписываемся на канал Если он вам понравился С вами был мистер Ванька Всем друзья Спасибо за просмотр Всем удачи И всем Пока Пока